Вы смотрите новости на МТРК и мы продолжаем наш выпуск. Воспоминания и факты о Второй мировой войне. Изучению темы краевед Вера Еворская посвятила не один год. За это время она нашла много информации о своих близких, которые ушли на фронт. Кроме того, преподаватель с полувековым стажем собрала данные, связанные с североказахстанцами, которые воевали и трудились в годы Великой Отечественной войны. Подробности у Дарьи Пышмынцевой. Детские воспоминания времен войны – вещь удивительная, уникальная, рассказывает руженица тыла, педагог с 50-летним стажем, краевед Вера Еворская. Какие-то моменты, например, пугающие, тревожные, преобразовывались сознание и становились чуточку мягче. А редкие мгновения радости, напротив, были такими яркими, будто каждый раз перед ними в детские руки попадал калейдоскоп цветными стеклышками. Вере Никитичне всегда казалось, что она на все вокруг смотрит сквозь волшебную трубу, с интересом, смешанным с любопытством. Это чувство не угасло, даже когда, сидя в парке с папой, с мороженым и морсом в руках, она узнала, что началась Великая Отечественная. Намного позже, став педагогом, прикоснувшись к фактам и цифрам, Вера Еворская по-настоящему поняла, что такое война. На фронт ушло 100 тысяч североказахстанцев. Из них так, значит, 25 тысяч из города и 75 тысяч из села. Население Петропавловска в то время составляло где-то 113 тысяч. Вы представляете, что это такое? Сколько людей ушло? Из 100 тысяч североказахстанцев вернулось только 55. 45 тысяч остались на полях войны. Причем в книге памяти занесено только 35 тысяч. Судьба 10 тысяч осталась неизвестной. Они отдали свою жизнь за мир и свободу, за победу, которую всеми силами приближал каждый, кто ушел на фронт. Герои Советского Союза, кавалеры Ордена Славы, в общей сложности в нашем регионе их 66. Огромную поддержку тем, кто находился в полях Второй мировой, оказывал тыл. Заводы, предприятия, совхозы. В последних наравне со взрослыми трудились дети. Основной же костяк рабочих за так называемой линией огня состоял из женщин. Обувь, подходящая под сумку, укладка, макияж, маникюр. Современные представительницы прекрасного пола всегда хотят выглядеть идеально. Годы Великая Отечественная практичность во внешнем виде вышла на первый план. Красота ушла на второй. Да и удивлять ею было некого. Все время тружениц тыла уходила на работу в поле или за станком. За время войны на фронт было оправлено 121 770 теплых вещей, в том числе 5 тысяч пар валенок, 16 тысяч пар теплого нательного белья, 18 350 пар варежек, 23 тысячи телогреек и брюк, 20 тысяч шапок-ушанок. К концу 41-го года уже 4670 женщин село за руль полуторок тракторов, комбайнов. Помогали и дети. И знаете, вот выходило как по Некрасову. В больших сапогах, в полушубках овчинных, в больших рукавицах, а сам с ноготок. Иногда люди видели, смотрят, пашет лошадь, а не видно, как эта лошадь идет. А оказывается, маленький мальчик сидел на лошади, прилег, его не видно даже. Невидимый труд и очень большая надежда на то, что война закончится, враг уйдет. И он ушел. Вера Никитична рассказала, что в День Победы на столе в каждом доме устроили пир на весь мир, главными блюдами которого был винегрет и отварной картофель. А в голове у каждого советского гражданина крутились одни и те же слова. Выступал Калинин. Он был старичок уже. И вот его старческий голос звучал так проникновенно. Он начал выступление так. Граждане и гражданки Советского Союза. Великая Отечественная война окончена. Поздравляю вас. Дарья Пашмынцева, Рустам Тлеужанов. Новости МТРК.